Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о символике и возможных предсказаниях в новом клипе Blackpink – Pink Venom. 18 августа 2022 года состоялась премьера клипа южнокорейской гёрл-группы Blackpink на песню Pink Venom. Ролик моментально попал на вершину музыкальных трендов Ютуба и всего за два дня набрал более 120 миллионов просмотров. Клипы Blackpink всегда имеют огромный охват аудитории. По этой причине иллюминаты используют их в своих целях. Ролики участниц группы буквально переполнены известной символикой, а их сюжет представляет собой прогнозное программирование негативных событий будущего. Южнокорейская гёрл-группа Blackpink была сформирована в 2016 году компанией YG Entertainment. Практически сразу музыкальный коллектив получил огромный успех и прославился далеко за пределами своей страны. Группа состоит из четырёх участниц Джису, Дженни, Розы и Лисы. Самый старший из них сейчас 27 лет, младший 25. В новом клипе Blackpink на песню Pink Venom символизм начинается буквально с первых секунд. Мы видим Джису, сидящую на чёрном подиуме. Он находится внутри некоего подобия клетки. Девушка играет на традиционном корейском инструменте под названием цитра и словно вводит в транс людей, собравшихся вокруг неё. Все они одеты в чёрные балахоны, напоминающие одежды участников тайных обществ. На людях надеты очки виртуальной реальности, от которых отходят провода, ведущие к центру. При каждом касании струн от инструмента исходят энергетические импульсы. Данные образы дают прямую отсылку к теории о нереальности нашего мира. Люди вокруг Джису погружены в виртуальную реальность, а сама она исполняет роль кукловода, задающего им определенную программу. Далее мы видим кирпичную стену, которую пробивает автомобиль. В кадре появляется Дженни в образе так называемой Красной Королевы, которая стоит во главе общества иллюминатов и контролирует адептов культа. За спиной певицы стоит автомобиль с рогами. Ещё одни рога торчат из земли в нескольких метрах от Дженни. На следующих секундах в руках у девушки появляется клетка с птицей внутри. Птица является символом человеческой души, клетка соответственно ограничивает её свободу. Когда Дженни показывают с другого ракурса, из-под её красной одежды просвечивает костюм леопардовой расцветки. Это даёт отсылку к бета-программированию МК-Ультра. Следующей в кадре появляется лиса. Сначала мы видим её руку, открывающую дверь. На пальце девушки можно заметить кольцо в виде змеи, символизирующий самого дьявола-искусителя. Певица идёт по зеркальному разбитому полу. Разбитое зеркало может символизировать искажённое восприятие реальности. Лиса заходит в помещение, напоминающее египетскую пирамиду. Практически сразу же девушка складывает пальцы в жест рога дьявола. В центре пирамиды находится чёрное дерево, на котором висит яблоко. Лиса срывает яблоко и откусывает его. Очевидно, что данная сцена даёт прямую отсылку к библейскому сюжету. Певица вкусила запретный плод, встав на греховный путь. Чёрное яблоко внутри оказывается розовым. Буквально через пару секунд меняют цвет и глаза артистки. Она словно превращается в вампира. Песни в это время звучат следующие слова. Тот самый розовый яд. Прими его, прими его, прими его. Поднеси его ко рту. Вот так. Вау. Попробуй на вкус этот розовый яд. Под розовым ядом может пониматься адренохром, который употребляют адепты культа, чтобы входить в состояние изменённого сознания. Далее в кадре появляется роза. Она находится в странной локации, напоминающей небытие. Над головой певицы непрерывно сверкают молнии, что даёт отсылку к Люциферу. В 10 главе, 18 стихе Евангелия от Луки говорится «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Роза по колено стоит в тёмной вязкой жидкости, из которой она вынимает пульсирующее человеческое сердце. В этот момент розы произносят следующие слова. «После того, как я заберу твою душу, взгляни, до чего вы нас довели». Чёрная жидкость может символизировать демоническую сущность, чуждую форму жизни, которая поглощает в себя человеческую душу. На следующих кадрах вновь появляется Джису. Она поднимается на ноги, а затем возносится над подиумом. Её словно подпитывают энергии люди, находящиеся в виртуальной реальности. Всё это символично показывает, что тёмные сущности используют нашу энергию, черпая из неё силу. Далее участницы группы показываются все вместе. В свой танец они начинают с жеста рога дьявола, который они удерживают довольно продолжительное время, после чего прикрывают рот, подчёркивая знак молчания. Сразу же после этого девушки делают жест Люцифера, который скоро сменяется на рога дьявола. Таким образом, на протяжении 20-секундного танца солистки Blackpink демонстрируют практически все известные жесты иллюминатов. После этого певицы перемещаются в другую локацию, больше похожую на наш привычный мир. Девушки продолжают складывать руки в жесты иллюминатов. Следующие кадры клипа могут представлять собой прогнозное программирование негативных событий будущего. Джису сидит на фоне иллюминатора, из которого видна полная луна. Данные образы дают отсылку к одноимённому культу поклонения тёмным силам. В какой-то момент певица берёт в руки порошок и сыпет его на растущее рядом дерево. После этого она надевает на себя маску. Всё это может быть намёком на применение биологического оружия, в результате чего людям придётся спасаться при помощи кислородных масок. Далее в кадре появляется роза. Локация, в которой находится девушка, напоминает настоящий ад. Параллельно с этим она показывается на фоне двери с изображением шестнадцатиконечной звезды. Судя по всему, это и есть врата, ведущие в преисподнюю. На следующих кадрах все участницы группы показываются в локации, напоминающей разрушенную гробницу. Девушки начинают танцевать, демонстрируя при этом известные жесты. Сначала они складывают пальцы врага дьявола. Затем певицы показывают жест Люцифера и знак молчания, после чего делают руками пирамидку. После окончания танца действия вновь перемещаются в преисподнюю. Розы, одетая во всё чёрное, разгуливают среди огненных стен. Джису в это время следует между стеллажами со странными коллекциями. Здесь можно увидеть черепа, являющиеся символом смерти, а также оружие и очки виртуальной реальности. Также показываются замёрзшие во льдах бабочки. Бабочка является символом души, бессмертия и воскресения. Тот факт, что она замёрзла во льдах, указывает на утрату человеческой душой всех этих возможностей. Параллельно с кадрами из ада показывается и наша Земля. Здесь мы видим пыльные бури и автомобили, покрытые мусором и пеплом. Всё это напоминает ядерную зиму. Присутствует в клипе и намёк на сам взрыв. Ближе к концу ролика участницы Blackpink танцуют в тоннеле, напоминающем подземный бункер. В какой-то момент за их спинами появляется дым и вспышка огня. После этого девушки оказываются в странном месте, похожем на подземный город с искусственной природой. Именно здесь и заканчивается клип. Таким образом, ролик может программировать на глобальную катастрофу, в результате которой уцелевшим людям придётся жить в подземных городах. В целом новый клип Blackpink на песню Pink Venom буквально переполнен известной символикой. В нём присутствуют дьявольские локации, намёки на нереальность мира и другие жуткие образы. Сами участницы группы практически непрерывно демонстрируют жесты иллюминатов, подчёркивая тем самым свою принадлежность к известному культу. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки!